привет друзья с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю торт спартак или медовик с шоколадными коржами очень вкусный и популярный торт полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео в емкость с толстым дном добавляю 120 грамм сахара 3 столовые ложки меда 100 грамм сливочного масла и одну вторую чайной ложечки соли сахар мед и сливочное масло ставлю на маленький огонь и постоянно помешивая довожу до закипания но не кипячу если вы это делаете в первый раз то лучше это сделать на водяной бане когда сахар с медом полностью растворяться убираем емкость с плиты взбалтываем 2 яйца взбивать не нужно просто взболтать и добавляем к растопленному сахару и меду добавляем одну чайную полную ложечку соды все хорошо перемешиваем и возвращаем емкость на огонь на 3-4 минуты чтобы смесь немного проварилась масса немного запеется и побелеет значит реакция соды с медом произошла убираем массу с огня переливаем ее в другую емкость чтобы она побыстрее остыла просеиваю 350 грамм муки муки может понадобиться чуть больше или меньше но больше 400 грамм я не советую вам добавлять иначе тесто получится забитым 350 400 грамм потому что у всех разные яйца тем более в это тесто некоторые добавляют одно яйцо некоторые два некоторые три я для себя установила что вот для двух яиц где-то 350 400 грамм муки будет достаточно и просеиваем 40 грамм какао какао обязательно берите темный хороших сортов не сладкий перемешиваем сухие ингредиенты делаю небольшое углубление смесь у меня немного остыла и тонкой струйкой вливаю жидкие ингредиенты и замешиваю тесто перемешиваем до однородности чтобы не осталось никаких комочков сначала я это делаю силиконовой лопаткой и потом будем домешивать руками если вы все сделали правильно тесто должно получиться эластичное и не липнущее к рукам вот мне понадобилось 350 грамм муки больше муки я добавлять не буду если вдруг тесто сразу у вас сильно прилипает к рукам заверните его в пищевую пленку и уберите минут на 20-30 в холодильник перекладываю тесто на рабочую поверхность вот видите она у меня вообще не липнет я даже стол не буду присыпать формирую из него вот такую колбаску колбаску сначала разделю на пополам и потом каждую половину разделю на четыре части нам нужно чтобы у нас получилось 8 частей на 8 коржей из каждой части сформирую колобок то же самое проделаю со всеми остальными частями раскатывать тесто я буду сразу на подготовленном пергаментном листе с помощью тарелки я начерчу нужный мне диаметр у меня диаметр будет 20 сантиметров для количества этих ингредиентов подойдет диаметр 20-22 сантиметра либо можно это сделать с помощью кондитерского кольца тоже вот так отчертить беру один кусочек теста выкладываю его на середину нашего круга сначала вот так вот немного придавливаю и потом буду растягивать по диаметру всего круга подготовленный корж накалываем вилочкой чтобы тесто запекалась равномерно и не пузырилась коржи подровняю после запекания отправляем запекаться корж в духовку разогретую до 180 градусов на 7-8 минут запекаются такие коржи очень быстро и то же самое проделываем со всеми заготовками тесто раскатываем накалываем вилочкой и отправляем запекаться в духовку если вдруг у вас тесто пролежало слишком долго в холодильнике то достаньте его минут на 10-15 чтобы она немножко согрелась иначе при раскатке она будет у вас легко ломаться и будет неудобно но если вдруг какой-то кусочек немного отломался вот я специально вам показываю то его легко вот так приделать с любой стороны и заново раскатать это тесто оно такое как пластилин с ним очень легко работать проверить готовность коржа можно вот таким образом немного приподняв его нам если он уже легко отделяется от бумаги значит он готов смотрите не пересушить и запекался корж у меня 8 минут достаю его из духовки и сразу с помощью тарелки отрезаю лишнее вот смотрите не передержите потому что иначе тесто будет очень сухое и будет слишком ломкая первый корж может запекаться 8 минут а последующие коржи запекаются уже немного быстрее потому что духовка уже хорошо разогрета остатки от коржей нам понадобится для того чтобы сделать крошку и пока коржи у нас запекаются приготовим крем я буду готовить сметанный заварной крем также его называют крем-пломбир на сметане получается такой крем очень вкусный прекрасно будет сочетаться с медовыми коржами сливочное масло нужно достать заранее из холодильника за несколько часов 550 грамм сметаны выкладываем в емкость с толстым дном добавляем 2 яйца 150 грамм сахара одну столовую ложку экстракта ванили две столовые ложки крахмала у меня крахмал кукурузный можно любой и 3 столовые ложки муки и все хорошо тщательно перемешиваем венчиком емкость со смесью ставим на маленький огонь и не переставая помешивать доводим до закипания до первых булек то же самое можно сделать на водяной бане особенно если вы готовите этот крем в первый раз загустевает крем очень быстро поэтому делайте все осторожно когда крем начнет загустевать помешивать нужно более интенсивно мне этот процесс буквально занимает пару-тройку минут это зависит от того какой сделали вы огонь огонь должен быть совсем маленький готовность крема можно проверить проведя пальцем по ложке если остается не затекающая полоса значит крем готов еще горячий крем перекладываем в отдельную емкость чтобы он побыстрее остыл накрываем заварную массу пленкой в контакт так чтобы она дотрагивалась до крема и даем ему полностью остыть при комнатной температуре сейчас я вам покажу консистенцию остывшего крема вот такая примерно у вас должна быть консистенция 150 грамм размягченного сливочного масла перекладываю в емкость и взбиваю миксером до пышной светлой массы и постепенно по одной столовой ложке добавляю заварную массу и продолжаю взбивать взбиваем до кремового состояния вот такой по консистенции должен у вас получится крем получается он очень пышный однородный и вкусный вот таких 8 коржей плюс крошка у меня получились коржи получаются очень ароматные с приятным запахом и красивым шоколадным вкусом все готово тортик я буду собирать в кондитерском кольце мне так быстрее но этот тортик очень легко можно собрать без кондитерского кольца чтобы торт у нас не ерзал немного смазываю посредине подложку кремом и выкладываю первый корж на корж выкладываю 3 столовые ложки примерно крема и разравниваю крем по всему коржу и сверху выкладываю следующий корж слегка прижимаем сильно не надо прижимать и продолжаем тортик я собрала слегка проворачиваю убираю кондитерское кольцо оставшимся кремом подравниваю тортик по бокам сверху тортик я тоже смажу небольшим слоем сметанно заварного крема и в таком виде тортик убираю в холодильник на несколько часов пропитаться на миксер я сделаю крошку тортик у меня простоял в холодильнике всю ночь достаю его и смазываю немного оставшимся кремом тортик я готовила для воскресного чаепития поэтому просто его посыплю крошкой друзья торт получился замечательный посмотрите как красиво он смотрится в разрезе конечно его не очень легко готовить нужно набраться терпения но это стоит того получается очень-очень вкусный понравится всем членам семьи сметанно заварной крем сочетании с медовыми коржами и шоколадом это воплощение вкуса если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал я всем желаю приятного аппетита прекрасных вам тортиков и до новых встреч с новыми рецептами спасибо за просмотр!